Привет, наши любимые телезрители! Меня зовут Надя Гречная, а меня Мега Валерия. В эфире стильное, яркое, вкусное шоу для всей семьи Медиа Энд Старс. Мы подготовили для вас новый выпуск, а это значит, хорошее настроение на ближайшие полчаса вам точно обеспечено. И по традиции не приключайтесь, с нами будет интересно. Всем привет! Вы все еще спорите, что круче, поп-ит или симпл-димпл? Хватит! Вот наши родители, например, ломали голову над тем, что появилось раньше, яйцо или курица. Ученые, правда, уже это выяснили. Однозначно яйцо. И именно яйца – главные герои нашего сегодняшнего шоу. Встречайте ведущий шоу профессора Станиславского, профессор Станиславский! Привет, привет, привет! Дорогие друзья, любители экспериментов и нескучных опытов, сегодня мы будем изучать куриное яйцо. И не думайте, что это скучно. В лаборатории профессора Станиславского только хайп, только тренды, только реал-соу. Вот вы знали, что куриное яйцо можно превратить в железку, как резиновый мячик? Ничего себе! Так это невозможно. Конечно. Тогда смотрите наше шоу до конца, и вы узнаете, как это сделать. Профессор, но вначале нам нужно ответить на вопросы от наших зрителей. Люди нам пишут, а мы им отвечаем. В Версаве, я уже весь во внимании, читай. Так, где же наши вопросики? О, вот, нашла. Профессор, слушайте, читаю. Подписчик Няшка-Вкусняшка спрашивает, почему у яйца скотлупа твердая и из чего она состоит? Может, кто-нибудь знает? Я знаю, что она состоит из кальция. Правильный ответ. Яичная скотлупа на 90% состоит из карбоната кальция. Еще в ней содержатся фосфор, кремний, магний и калий. Всего этих элементов 27. Состав яичной скотлупы очень похож на состав костей и зубов человека. Профессор, как вы все это запоминаете? Просто читаю и запоминаю. А у нас есть второй вопрос. Подписчица Иришка Блестящие Штанишки хочет знать, как дышит цепленок через скорлупу. У яйца, как и у кожи человека, есть поры. Через поры в яйцо поступает кислород, а углекислый газ и влага выходят наружу. У яйца более 7,5 тысяч пор. Интересный факт. На тупом конце яйца пор больше, а на остром меньше. А вы уверены, что это правда? Давайте проверим. Третий вопрос. Подписчик Яшка Обнимашка спрашивает, в какой стране употребляют больше всего яиц? Так, давай спросим у наших ребят, как кто думает? Я думаю, что во Франции. Хорошо. Я думаю, в Беларуси. Я думаю, в Италии. Я думаю, в Китае. А я думаю, в Германии. У меня есть еще один вариант. Я думаю, их употребляют больше всего именно в Японии. Какие интересные варианты ответов. Но на самом деле больше всего яиц употребляют в Мексике. А один житель в Мексике за год съедает около 22 килограммов яиц. Версавия, у нас есть еще вопросы? Да. Подписчица Ляля хочет знать, сколько яиц несет одна курица в год. Давай еще раз спросим у наших ребят. У кого какие варианты? Если за один раз курица несет примерно 7 яиц, я думаю, что примерно она где-то несет 8 раз. То 7 умножить на 8 будет 56. У кого какие еще варианты? Я думаю, одно. Я думаю, одно. Я думаю, 9. Я думаю, 66. На самом деле, курица несушка откладывает около 250 яиц в год, а может и до 300 и даже больше. Курица надо всего лишь 26 часов, чтобы снести одно яйцо. После того, как она снесла яйцо, через полчаса в ее организме начинает формироваться новое. Версавия, думаю, на этом с вопросами достаточно. Перейдем к экспериментам. Кто знает, как определить свежесть яиц? Ну что ж, сейчас узнаете. Нам понадобится 3 стакана с водой и 3 яйца. В общем, если яйцо очень долго лежит в холодильнике, то оно становится легче. Окунаем яйца в каждую из... Яйцо, которое опустилось на дно, самое свежее. Курица снесла его примерно 1-3 дня назад. Это яйцо не поднимается сильно высоко, но плавает. Значит, курица снесла его 7-10 дней назад. А это яйцо поднялось на поверхность. Значит, курица снесла его более 20 дней назад. Я бы это яйцо на вашем месте не ел. Для следующего эксперимента мне понадобится 3 очищенных яйца. Признавайтесь, кто умеет чистить яйца? Я! Так, давай. Сейчас я вам расскажу способ, как быстро и легко почистить яйцо. Некоторые сразу начинают его колупать. А надо его сначала раскатать. Подождите, оно что-то не катается. Давайте заново. Оно не катается. Яичное... Понятно, блин. Нет, кто это готовил? Призывай. Профессор, что за шутки такие? Зачем вы дали детям сырые яйца? Разве это смешно? Это не шутка. А демонстрация того, какие подставы могут быть в холодильнике. Частая ситуация. Мама отварила яйца и положила их в холодильник вместе с сырыми. Стоп, ты это знал? Ты знал? Леонид. Леонид Крыса. И как сразу понять, где какие? Вот сейчас мы помоем руки, и я все расскажу. Сейчас я вам все расскажу. Как не попасть в такую ситуацию, как Тимофей и София. Чтобы определить, отваренное яйцо или оно сырое, нужно просто его покрутить. Если яйцо практически не крутится, то оно еще сырое. А если яйцо крутится хорошо, то оно отваренное. Сюда будем складывать яйца, которые отварены, а сюда будем складывать яйца, которые сырые. Я каждому из вас дам по яйцу, и вы будете их складывать. Хорошо? Все правильно. Давай. Как видно, у меня крутится, значит оно сырое. Оно отваренное. Если яйцо крутится очень хорошо, значит оно отваренное. У меня крутится хорошо, значит оно отваренное. Все правильно. так хорошо значит как видно оно сырое все правильно так давайте так давайте давайте посмотрим если она крутится хорошо значит она все правильно давайте так кто захочет перекусить после съемки в очередь профессор крутые лайфхаки уверена что наши зрители запомнят их и никогда не спутают вареные яйца и сырые но мне кажется что все уже заждались обещанного в начале эксперимента с яйцом желешкой он вообще будет конечно будет вы хотите увидеть как яйцо превращается в желе для этого нам понадобится уксус и сырые яйца версавия они у нас вообще остались или мы их всех разбомбили ну как видите детки показали результат что они у нас еще есть отлично опускаем яйцо в уксус выделяется углекислый газ видите пузырьки да ведь осталось подождать всего лишь 15 часов ну блин спокойствие профессор станиславский подготовился заранее где мой яйцо держите все по вашему велению вот те самые яйца которые пережили эксперимент уксусом и временем вау какое оно здоровское а можно его лопнуть нет есть пару причин если ты его лопнешь допустим как мы с мамой в ванной лопнули воняло 300 лет и руки ты до старшей школы нет моешь очень жалко на кстати профессор предлагаю нашим зрителям повторить такой эксперимент дома и обязательно поделиться результатами а вам понравилось шоу профессора станиславского у нас студии только хайп только тренды только реал шоу это было шоу профессора станиславского и его ведущий профессор станиславский и моя прекрасная соведущая вирсавия на этом все подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и жмите на колокольчик пока пока всем привет с вами влад и хотел бы немного с вами познакомиться немножко рассказать о себе я школьник и вот каждый учитель считает чтобы у предмет основной но я реально не имею вопросов к русскому математике ну история я сомневаюсь что у меня в жизни будет такая ситуация когда я блесну родиться от трех панических воинов и добью собеседника знанием их дата вот я уже через экран чувствую то что вы не знали об их существовании у меня в школе недавно произошла ситуация учитель математики и директор наехали на меня чтобы я сменил прическу якобы это не соответствует деловому стилю вы серьезно во-первых я считаю что для вас должно быть важно что в голове а не на ней во-вторых я отличник я езжу на все возможные конкурсы олимпиады на спортивные олимпиады на дополнительные хожу да у меня волосы сами встают от такого количества обязанностей оставлю еще немного слов русской литературе бородину наизусть серьезно знаете моему папе знание этого стихотворения пригодилось только тогда когда он проверял без книги и когда меня поправлялся именно говорил вот видишь я до сих пор помню согласитесь это даже не тот случай когда можно выпендриться перед девушкой представьте романтический вечер парк вы гуляете и тут бац на одно колено и говори скажи ка дядя ведь не даром вообще школа мне многое дала например девушку вот она у меня появилась и я не имея опыта ранее решил посоветоваться с родителями как вести и что говорить и так далее так мама сразу же начала говорить что она мне не совсем подходит она должна быть интересной умный харизматичный и вообще в идеале я тебе и сама выберу но папа подошел и сказал чтобы я не слушал маму потому что если бы он послушал когда-то свою то у нас сестрой вообще бы не было на свете я не очень люблю ходить в магазин но мама знает как меня уговорить достаточно сказать сдача твоя ну или если она без настроения достаточно одного слова быстро я как и любой человек хочу зарабатывать поэтому делюсь опытом молодежь чем меньше вы потратите в магазине тем больше сдачи останется вам у меня замечательная семья наши отношения строятся на взаимных подковах я очень люблю смеяться над мамой над папой опасно просто немного может прилететь у меня мама блондинка не такая что уж совсем но однажды она ехала в трамвае а говорю что она общественным транспортом не пользуется никогда но здесь так случилось то что машина в ремонте погода хорошая села купила талончик а где пробить не нашла видит девушка прикладывает что-то какому-то аппарату но она сделала так заходит контролер и говорят то что талончик не пробит она говорит правильно я же только приложила сзади слыша смех весь трамва смеется оказывается позже то что та девушка приложила проездной в общем высадили мою маму на следующей остановке с криками то что она слона свалилась и таких хитрых они уже повидали эта история занимает лидирующее место по подкалыванию мамы и что бы она ни сказала мы все время добавляем и пробить не забудь например она говорит я иду в магазин что кому купить я говорю что-нибудь вкусненькое мам и пробить на кассе не забудь обычно после этой фразы меня что-то летит но вообще она у нас очень добрая и заботливая и мне кажется что когда у меня будет свадьба и ведущий будет кричать горько то я не смогу поцеловать свою жену потому что рядом будет сидеть мама и говорить кушай сыночек кушай не отвлекайся папа у меня тоже замечательный про него ничего смешного не расскажешь он интересный умный красивый и вообще шутить при него нельзя ведь он женат на маме а я считаю что жизнь над ним уже посмеялась в общем цените своих родителей они самое ценное что у нас есть а моим отдельное спасибо за юмор ведь с ним у меня будет много тем для стендапа не знаю понравилось вам или нет но материал проверял на бабушке она хохотала и 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 я решила сделать в школе вызов. И открываю свою авторскую передачу. А теперь делусь. Я невероятно люблю своего папу. Поэтому решила сделать ему сюрприз. И как порядочный блогер сначала посоветовалась с вами. У меня было много вариантов, чем его удивить. Но остановилась только на двух. Это прокол уха и сделать ему тату. Спасибо, что вы выбрали именно тату. Он пока ничего не знает. Мне кажется, он очень сильно удивится. О, чуть не забыла. Как порядочный блогер я хочу начать с подарков. Поэтому смотри внимательно это видео до конца. И сможешь выиграть целых 20 баксов. О, привет, папа. Привет. Запрыгивай, малыш. Папа, пока что ничего не знает. Он думает, что должен отвезти меня на фотосессию. Пойду. Папа, авиационная 12. Есть шеф. Так, Лили, куда мы едем с тобой? На фотосессию. Повторяю еще раз. Понятно. Ну, погнали. Папа, я тут хочу сделать тату. Что ты по этому поводу думаешь? Лили, никаких татуировок до 18 лет. Когда у тебя уже будет осознание того, что ты делаешь. А пока ты, если дай, разрешит татуировку сделать, так ты вся в единорогов заделаешься. Да. Ну, а что потом, когда подрастешь, будет? А это больно? Зайка, ну, у меня самая больная, которая у меня была, наверное, живот больнее был всего. А губа? Под губой вот тут. Под губой? Да вообще под губой не больно. Ну, смотри. А цветна больнее, чем черно-белые? Не, зайчик, одинаково. Тебе же карандашами одинаково рисовать цветными и черно-белыми. А я вот хочу работать. Делать татуировку. Ты хочешь работать татуировщицей? Ну, да. Ты же круто рисуешь у меня. Обычно все татуировщики очень классно рисуют. О, папа, мы почти приехали. Да, я вижу. Сейчас уже поворачиваем. Так, папа, я не хочу, чтобы ты подсматривал, а то вдруг у меня ничего не будет. Поэтому на маску надевай. Лили, я не буду это одевать, она белая, я ведь в черном. Надевай, я сказала. Вот ты мне... Давай, я тебя веду теперь. Я ничего не вижу. Да, все. Пойдешь как-нибудь... Говори, где ноги поднимать. Поднимай. Так. Вот, чувствуешь. Он такая ничего не знает. Я думаю, он очень сильно удивится. Сюрприз я буду делать тебе тату. Лили, мы что, реально в тату-салоне? Да, в тату-салоне. Я надеюсь, ты мне не на лице сделаешь татуировку. Спакуха, лицо трогать не буду. Кстати, бонус для тебя. Можешь выбрать место, где будем бить. Отлично. Надеюсь, это будет вот такая вот малюсенькая татуировочка. Вот. Ну, она может быть вот такая вот. А может быть вот такая вот. Не, на большие я не согласен. Слушай, возможности у тебя отказаться нету, а иначе позоришь меня перед моими подписчиками. Ой, сдались мне твои подписчики, ты мне и так очень дорого обходишься. Поэтому надо, надо выполнять все. Пообещал, пообещал, все, выполни. Окей, погнали. Погнали. Привет. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Папа, знакомься, это Милана. Я с ней буду работать. Это профессионал. Милана, это мой папа. Очень приятно. Папа, ты иди располагайся, а мы будем выбирать эскиз. Мы с моим братом нарисовали много эскизов. Давай посоветуемся? Давай. Это первый эскиз, который я нарисовала. Ой, как здорово. Это у нас что, ананас? Это я нарисовала Амонгит. Это папа, это мама, это я, розовая. Это мой брат. Это мой брат рисовал Спайк. Ммм, очень классный. Это я нарисовала авокадика, у которого косточка плачет. И думаю, я уже почти знаю, что мы будем с тобой делать. Это мой брат нарисовал Сиреноголовый. О, это что-то страшное. А какой вариант тебе больше всего понравился? Ну, мне больше всех нравится из этих. Два мне нравится. Это Амонгусы и авокадо. Но из них больше мне нравится авокадо. Авокадо. Хорошо, классно. Значит, будем делать с тобой авокадо. Я немножечко помогу тебе сделать этот эскиз, адаптировать под татуировку. Мы с тобой обрисуем его на планшете. Я тебе помогу выбрать цвета. И будем делать. Договорились? Да. Так, сейчас мы с тобой сфотографируем этот эскиз. Добавляем наш авокадо. Смотри. Единственное, что мы с тобой здесь поменяем. Татуировка должна быть читаемая. И чтобы она жила дольше, у татуировки должен быть хороший контраст. То есть мы сделаем черный контур и добавим немножко черненьких теней. Сейчас мы еще раз обведем, чтобы уже были ровненькие контуры. Нифига себе, красиво. А пока Милана рисует, расскажу об одном факте. Самая дорогая татуировка в мире стоила 324 тысячи американских долларов. На ее создание ушло 612 бриллиантов. По 5 карат в каждый. Ну, папа, у меня мужчина брутальный, поэтому без брюлика. Так, папа, я сейчас тебе размерчик подгоню, и все будет окей. Заждался ты меня? Очень, я чуть не уснул. Папа, мне, кстати, для тебя еще один бонус. Можешь выбрать размерчик. Ну, давай, прикладывай. Это большой. Самый. Мне нравится. Будет с тебя плачущий авокадик. Мы определились с размером. Теперь надо распечатать картинку для набивения. Набивание. Набивание. Сейчас распечатаем ее и будем бить папане тату. Что дальше делать? Ну что, обрабатываем все рабочее пространство, на котором мы будем работать. Все, до чего дотрагивается мастер в процессе работы, а также клиент, должно быть защищено. Это масло. А, розовое! И вот это вот, интересная штука. Это вот уже вазелин. А эти кабиночки для красочки? Да. Возвращенные. Мы будем с тобой использовать 15-й магнум. Видишь, 15-й. И вот он широкий. И сколько мы видим иголочек? 15. Папа! У тебя будет колоть 15 иголок. Ура, наконец-то я буду делать тату. Папа, ты переживаешь? Нет. Работают же профессионалы. У папы слишком длинные волосишки, поэтому их надо удалить. Есть три слоя кожи. Эпидермис, дерма и гиподерма. Мы, получается, будем заходить лишь на 2 мм до дермы. Сначала мы смазываем кожу маслом. Смотри, очень важно хорошо натягивать. Натягивать кожу в процессе. Натянули. Поставили точечку. Посмотрели. Угу, что-то у нас тут и осталось. Далее ведем. Я пока что волнительно и переживаюсь. Чего? Папа, тебе больно? Не, мне вообще могу уснуть. У нас в некоторых местах в татуировки попадает родинка. И их важно очень аккуратно обходить, чтобы родинка ни в коем случае не попала под нашу иголочку. Я, допустим, делаю более миленькие татуировочки. Поэтому ко мне больше приходят девушки. А вот, допустим, у нас есть мастер Максим, и он делает более мрачные татуировки. И к нему приходят больше парни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы уже сделали полработы, и я сделала выводы, что нельзя спешить, надо натягивать кожу. А еще лучше всего работать с мастером. Чуть-чуть страшно, потому что можно повредить кожу и куда-то не туда попасть. А так, если честно, то здорово вообще. Прикольное ощущение. Ну, чуть-чуть равно страшно. Я уже привыкла к папиной коже. И теперь работать вообще не страшно. Смотри, как мы делаем цвет. Мы берем и круговыми движениями вот так вот медленно прокрашиваем. И вытираем. А теперь реклам-минутка. Если вы хотите клевую татуировку, приходите в салон Сплит. Если хотите милую татуировку, как у моего папы, то обращайтесь к Миланке. Если хотите дерзкую татуировку, как у моего папы тоже, то обращайтесь к Максиму. А вообще-то, может, скоро меня возьмут сюда на работу, поэтому записывайтесь. Тут сюда бронируйте места. Кстати, чуть не забыла. По промокоду Лили действует скидка 15%. Подробности в описании. Пока Милана делает за меня работу, я поделюсь с вами еще одним фактом интересным. Татуировки имели такие знаменитые личности. Так, Эйштейн, Сталин, Петр Первый, Екатерина Вторая и мой папа. Милана, мне кажется, у нас с тобой получился классный дуэт и классный локатик. Да, татуировка просто шикарная. Она превзошла все мои ожидания. Спасибо большое, Лили, и огромное спасибо, Милане. Спасибо большое, что помогла мне набить ту папу. И видео создала она. Пап, ну как тебе понравилась татуировка? Да вообще класс, я даже не ожидал, что у тебя так классно получится. Я тоже, но мне помогла очень сильно Милана. Так, папа, ты куда? А что такое? Себя 20 баксов заработал. Заработал. Это был сюрприз, Лили, какие 20 баксов? Так, папа, давай. 20 баксов. О, вот. 20 баксов. Честно заработанные. На что же я их могу потратить? Пять попыток. Сходить в Макдональд. Ой, сделать майку собственным принтом. Ага. Спускай с небес на землю. Я же обещала отдать кому-то из вас. Чтобы забрать эту денежку, смотрите описание под этим видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также кликайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Меня зовут Лилуша Стар, а я побежала креативить для вас новые видео. Пока-пока. На этом очередной выпуск стильного, яркого, вкусного шоу для всей семьи Медиан Старс подошел к концу. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии и рассказывайте о нас друзьям. Нам будет очень приятно. С вами была Надя Гречная и Мигая Валерия. И помните, ваши дети могут больше. До свидания.